Уже сейчас студенты имеют большие возможности. Например, прямо из этого кабинета они могут контролировать работу спутников на орбите Земли. Но это только начало. Сейчас новый опорный университет пересматривает свои образовательные программы, чтобы готовить качественно новых специалистов, которые так нужны крупным предприятиям региона. Мы собираемся вместе с представителями наших министерств, ведомств, агентств и с нашими работодателями, с руководителями ведущих предприятий нашего Красноярского края. Как раз вот здесь выстраивается новая система взаимодействия, здесь будет развиваться новая инженерная школа, новые подходы к подготовке специалистов, потому что это требует и время. Выпускники опорного вуза смогут работать и в ядерной, и в космической, и в лесоперерабатывающей отрасли. Это большие предприятия и большие зарплаты, которые позволят удержать талантливую молодежь в нашем крае. Об этом говорили сегодня на специальном совещании во главе с губернатором региона. Руководство крупных предприятий понимает, что новый университет будет готовить кадры именно под их заказ. Поэтому предлагают свои площадки, где будущие специалисты смогут оттачивать свое мастерство прямо на производстве. Идея связана с тем, чтобы сконцентрировать на производственной площадке, на базе одного из корпусов Красмаша, лабораторные, современные лаборатории, их использовать максимально и для студентов, и для школьников, и для молодых ученых. Воспитывать технарей нового поколения будут практически с пеленок. Уже сейчас спрос на инженерно-технические классы в школах вырос в три раза. В новом учебном году по всему краю откроются около сотни таких специализированных классов. Таким образом, подготовка высококвалифицированных кадров начнется с семи лет и закончится только с получением диплома о высшем образовании. А готовить опорный университет будет более чем по 20 группам направлений. Это, безусловно, нельзя рассматривать как формальное там укропнение, объединение. За этим сложнейшие обязательства. У нас должно быть и многообразие специальностей направлений, и очень высокое качество. Мы должны иметь далеко не типичную сегодня для университета долю аспирантов и магистров, по-моему, там 20%. При этом ВОЗ должен разрабатывать прорывные технологии, которых нет нигде в мире, и использовать их не только на территории края, но и предлагать другим регионам и странам. Это даст возможности для развития как студентам, так и экономики нашего края. Поэтому региональный бюджет готов серьезно вложиться в формирование нового университета. Алина Штоколова, Алексей Овсенников. Новости.